сегодня начинаю вязать коврик половичок прямоугольный но не как обычно я вот видите как вязала вот этот половичок уже связанный куда-нибудь на лавочку заказа подружкам вот видите он как связан этот коврик вяжется очень легко и получается довольно таки симпатичный яркий половичок ну как бы это сказать в нашем таком старинном русском стиле а сегодня начинаю вязать половичок немножечко по-другому вот у меня есть уже нарезанные нитки но начну я допустим в белых видите режу я их произвольно не ровно вот они тут резать можно от разных старых вещей даже если вы где-то здесь какие-то такие дырочки попадаются но это потом в нитке будет как бы незаметно уже несколько мазков я нарезала а начинаю вязать значит делаем обыкновенную простая петелька вот затянули простая петелька и я набираю 100 воздушных петель раз и пошел считать два три четыре пять набираем 100 петель я набрала 100 петель почему именно 100 потому что я уже сейчас в процессе я вижу вот этот вот коврик это коврик из старых футболок и здесь изначально вот эта середка здесь набрано тоже было 100 петель вот и он постепенно увеличивается он же у нас прямоугольный и только первые три ряда мы вяжем туда-сюда обратно да а остальное мы начинаем вязать по кругу по кругу по принципу бабушкиного квадрата она вот значит это из старых футболок и это это пойдет у меня на полок для баня а тот который я начинаю вязать этот материал очень легкий ну хорошо на пол но он не годится для бани чем мне нравится этот материал он люди в принципе он прочный если он лежит не лежит на солнце и не нагревается до высокой температуры дальше что мы делаем мы набираем сто первую петлю 101 теперь разворачиваем разворачиваемся и вот за одну стенку я начинаю вязать как это сказать петли без накида продернула через петлю вытянула 2 вместе вытянула через петлю одну петлю и 2 вместе провязывая и так мы идем в обратную сторону до самого конца вытянула вот так вот видите вот у нас уже пошел ну я считаю это не второй ряд а полуторный вяжем наши 100 петель довязала я своих 100 петель и вот такая у меня получилась лента что теперь мы дальше делаем но я считаю что середка это узкая можно связать и не 3 ряда 4 5 рядов но это уже зависит как вы хотите какой связать половичок вот я довязала до конца я делаю что первую петлю подъема то первая петля и дальше делаем разворот и в первую петлю вот которая у нас была первая до начинаем провязывать в общем обычным обычными петлями без накида вытянули петлю провязали 2 вместе одна петля здесь опять вытянули петлю продвязали 2 вместе и так мы идем в обратную сторону вот но за две стенки здесь вот уже у нас получается а вяжем как обычный пока коврик туда-сюда хотя можно бабушкин квадрат взять уже с первого ряда но мы делаем пока туда и обратно вот у нас идет уже утолщение довязала и третий ряд у меня уже остается тут мало нитки но у меня еще и сделал но и опять я решила не вязать еще пока прямой немножко сделать пошире вот эту середку провяжу еще четвертый ряд я закончила белый цвет и теперь хотела вам показать как ввязывать новый цвет можно конечно элементарно вот у меня вот смотрите такой молочный как бы цвет другой цвет или этот же цвет принципе неважно можно просто привязать как шнурок и здесь будет узелок с обратной стороны но мы пойдем другим способом так как мы уже петли не считаем просто вяжем да вот мы оставляем но приблизительно 25-30 сантиметров нитки которая кончается белая теперь я вот так подкладываю ну и придерживаю пальцем вот эту бежевую нитку ну не бежевая она лимонная скажем такая вот молочная и просто начинаю но вяжу продолжаю вязать белый а ее просто прикладываю и как бы я ее ввязываю вовнутрь за одну вот этот хвостик который был здесь другой нити я его тоже как бы ввязываю чтобы он не был виден и коврик наш будет слегка потолще хотя можно ее просто обрезать дальше вот раз и все я ее пока просто прикладываю нитка видите укорачивается белая так все она видите стала совсем короткой теперь что я делаю я нитку эту вот которая осталась короткая перевожу и начинаю ее ввязывать вовнутрь а уже перехожу на вот этот цвет молочный и вяжу уже этой ниткой это придерживаю и получается дальше я вот эту беленькую хвостик ввязываю свое изделие все вот мы плавненько перешли с белого на такой молочный вот это потом вот этот хвостик он уже надежно вязан просто обрежете и все вот я уже вяжу молочным цветом ну и все теперь вяжем так до конца нашего ряда довязала я до конца ряда ну вот последняя петля и получается что вот в последнюю я провязываю как бы не одну а в общем три значит одна провязана еще провязываю две аналогично с того как я допустим начинала на той стороне вот это вот вторая и это вот третья вот даже видно что в одно отверстие у меня провязано три петли теперь я провязываю вот здесь по горизонтали пустую так еще одна пустая уже получается и вот она пошла у нас первая петля и в нее я провязываю на углу опять три раз два три ну и дальше пошли простые столбики без накида по одной мы идем уже в обратную сторону и вот ребята у нас получается что вот наши уголки прекрасно выделились и видны и вот так мы начинаем вязать дальше наш как бы коврик друзья смотрите вот я довязала ряд до конца да и вот вот видно опять видно вот здесь у меня был угол поворота и здесь вот три штуки было провязано в одну и когда вот здесь три штуки три петли провязано в одну здесь получается сверху две петли и вот в первую петлю вот я уже начала мы провязываем именно три петли одна была вот вторая и сюда же я провязываю третью вот а дальше мы уже вяжем по одной по одной доходим до угла где у нас было провязано три петли вот здесь еще вот это еще последняя вот так простая и вот у нас ну может быть видно вам плохо вот видите три петли сверху получается вот таких два как бы отверстия если вы три провязывали вот в первое отверстие я провязываю три петли раз нитки жестковаты два три и дальше вяжу по одной все как обычно уже дальше мы пошли вязать по одной и вот посмотрите что у нас получилось вот заворотик идет и начинает ряд у нас увеличиваться постепенно на все ребят вяжем дальше на все ребят вяжем дальше оранжевые нитки кончаются я решила теперь связать серенькими вот так же вязываем придерживаем не вижу дальше нитка получается внутри и шок получается но состыковка получается аккуратная и надежная крепкая друзья потихоньку коврик у меня движется вот смотрите уже как но белую заканчиваю я там не соблюдаю строго сколько там рядов но белого вроде как много поэтому и добавляю его сейчас начинаю связывать такой молочный цвет вот видите немножко уже отличается цвет до лимонный пошел белый это у меня узкая часть еще немножко может быть два лимонных потом бежевый и уже коврик будет готов вот так вот он выглядит вот так мой коврик выглядит вот друзья ну я вот решила закончить кстати свой коврик вот таким цветом кожевым светло-коричневым или бежевым можно его назвать так же вот ну уже получился довольно таки большой коврик я так смотрю его хоть куда там на диван около кровати или допустим где-то на стул или в баню можно как чехол использовать и думаю уже будет достаточно вот так вот он получается у меня вот сейчас довяжем ну вот эти последние нитки то у меня где-то ну вот уже второй идет ну три круга будет и все и на этом коврик будет уже завершен так потом покажу вам как он выглядит полностью не понравилось получается неплохо и по длине как раз хорошо на рост как бы человека можно на нем и полежать если что и на природе и где-то на диванчике можно подстелить если там на даче можно около кровати положить тоже хорошо смотрится вот так ребят друзья довязала я коврик вот такой он получился у меня получилась ширина 55 а длина аж метр семьдесят этот весь полок у меня будет в бане или предбанники в общем можно около коечки можно на диванчик супер будет постелить на дачке будет вообще отлично вот такой яркий симпатичный коврик а все начиналось а вот с этой белой полосы что в середке я всего набрала 100 петель и вот из 100 петель вот так вот видите сколько сверху столько же и снизу столько петель прибавилось вот такой нарядный коврик получился что еще хотелось сказать в середку я советую вам пускать те нитки которых у вас меньше всего а по краям те которые больше если вы хотите но чтобы вот такие вот более-менее были ровные квадраты прямоугольники если вы хотите сделать в стиле crazy там чередовать нитку за ниткой тогда конечно ничего соблюдать не надо вот такой коврик получился прямоугольные у меня можно сделать в принципе покрывала единственное что сразу делать середку пошире вот если довязать до размера покрывала то как раз получится ну вот и получится покрывала как раз и 100 петель я думаю но 100 максимум 120 будет нормально но и пошире здесь у меня всего в середке три ряда сделано из белых петель можно просто туда-сюда сделать чуть больше вот так друзья получился вот такой симпатичный ковричек вот если вам было полезно видео ставьте лайки подписывайтесь кто не подписался ну и до скорых встреч пока пока вот так вот у меня получился второй коврик этот коврик уже связанные из старых футболок таким же способом по по такому же типу прямоугольной формы и также набирала 100 петель вот такой он получился но конечно из футбола было труднее соблюдать вот этот вот как это сказать симметричный такой узор в принципе все получилось и он получился такой такого же размера как и предыдущий метр семьдесят на пятьдесят пять но это приблизительно такие размеры бывают чуть больше чуть меньше зависит от толщины пряжи вот так друзья еще вам сделаю сейчас просто фотки два коврика а вы уже оцените как вам понравилось или нет вот два коврика рядом вот по длине они получились вот этот слева на сантиметр полтора короче вот видимо на один круг сделано меньше и этот выглядит побольше как будто пошире вот так два коврика один из старых футболок это вот этот и этот такого синтетического материала на этом все друзья надеюсь видео было для вас полезно не знаю насколько понятно но надеюсь полезно если не жалко поставьте палец вверх или вниз и до скорых встреч с новыми работами пока пока а а а